Репетиция вещь энергозатратная, но определенно вдохновляющая. В этом мы еще раз решили убедиться за кулисами театра Одесской мускомедии. На сцене Одесса и ее главные символы, приведенные из произведений Жванецкого на театральный язык. Премьеру спектакля по Дерибасовской вы сможете посмотреть 27 и 28 марта. Ну а пока мы покажем вам подготовку к этому событию. Показывать театралом Одессу Жванецкого готовится весь коллектив театра. Зритель увидит поющих артистов в балетах, танцующих исполнителей и услышит оркестр, который на протяжении нескольких месяцев оттачивает свое мастерство перед премьерным днем. Здесь подобрано все до мелочей. Каждая деталь и герой, нарисованный легендарным одесситом ситуации, уже знают свое место на сцене. Это вы мне говорите! А вы кто такая? Я вчера его видела! Ну можете ошибиться, но я старший вас три раза! Не думаю, у меня три раза! Мы как бы не только играем слово Жванецкого, но мы еще и поем Жванецкого, что в общем-то будет достаточно неожиданно для зрителей. Вот. Ну это будет такой мюзикл по размышлениям Жванецкого, большое количество музыкальных номеров, массовых сцен. И главным действующим лицом, конечно же, в этом спектакле будет город, любимый город Жванецкого. Ой! Отдохнуть от того, чтобы узнать о все и про все в Одессе на свадьбе! Шуя, ну мое таки сердце, шуя, это таки ненадолго! Играть Жванецкого – большая ответственность, признаются исполнители главных действующих лиц. В каждом произнесенном со сцены слове закладывается не просто юмор или нотка иронии, но и размышления автора. В репликах живет история каждого одессита, дух Михаила Жванецкого и его любимого города. Сегодня вышли третий раз на сцену впервые, потому что мы до этого были в репетиционном зале. Вы знаете, это толпа людей, танцы, пение и прочее все это, и с нашей пандемией еще. Но это все вместе, знаете, как. Но хочется уже выпустить спектакль для того, чтобы одесситы к нам пришли и увидели воочию, так сказать, то, что мы затеяли. Хотелось бы, чтобы это у нас получилось. Во время репетиции обстановка в театре хоть и рабочая, но какая-то по-особенному семейная. Пока на сцене меняются декорации и играются роли, отдыхающие артисты обмениваются мыслями, обедают пирожками с привоза и говорят за Одессу. Не пропитаться атмосферой рыжего города здесь, как нам показалось, невозможно. Каждый зритель увидит спектакль из себя или своего близкого знакомого, посмотрит и обязательно подумает. Да, это таки моя Одесса. Чтобы как можно сильнее погрузить театралов в историю, написанную Жванецким, в театре тщательно подбирают все костюмы и декорации, за процессом создания которых нам краем глаза разрешили подсмотреть. На пиджаках поющихся сцены артистов – одесский порт и символичный якорь. А на столах театрального одесского двора – знакомые всем блюда и нарезки, созданные руками художников мусскомедии. Подобные декорации мы можем увидеть на столе главных героев спектакля. Сейчас мы видим макет, который нарисован художником, и видим примерное исполнение того, как это будет выглядеть на самом столе. Своё добро на реализацию спектакля Михаил Михайлович успел дать ещё в прошлом году. Перед тем, как сценарий попал к нему в руки, он прошёл немало правок. И уже 27 и 28 марта, спустя несколько месяцев непрерывных репетиций, одесский зритель сможет по достоинству оценить все труды, вложенные в создание переведённых на музыкальный лад произведений писателя. 6 марта Жванецкому бы исполнилось 87 лет. А в ожидании премьеры в театре советуют почаще прогуливаться в сердце города и помнить, что по Дерибасовской гуляют постепенно.